Доброго времени суток всем любителям часов. Сегодня такой необычный будет, это не обзор, а скорее какой-то дневник, мысли о том, что происходит на часовой выставке в Базеле вот в этом году, потому что я заметил интересные изменения и хочу поделиться мыслями на этот счет. Дело в том, что достаточно интересно изменилось позиционирование, с моей точки зрения, таких часов, как Ланжин и позиционирование изменилось таких часов, как Омега. Дело в том, что Омега перешли полностью на мануфактурные механизмы, а это значит возрастание цены приблизительно на 1000-1500 евро за каждую, ну не за каждую точнее, а в принципе, наверное, не мануфактурными оставался Симастер. И сейчас в Базеле был показан новый Симастер, в который установлен механизм 88.00, мануфактурный с коаксиальным спуском, и таким образом, в принципе, все не осталось у Омеги часов на основе механизмов, там, ЭТА, вот, то есть они перешли полностью на свои Омеговские. С одной стороны, это хорошо для любителей более точных, так сказать, механизмов, более точных часов, более статусных часов. С другой стороны, привычный нам Симастер уже отходит, потому что поднятие цены, естественно, влечет за собой проблемы с тем, что если вы могли, например, его себе позволить, то сейчас его уже будет гораздо труднее, потому что, например, разница в цене, там, образно говоря, 3000 и 4000, это все-таки влияет. Вот, поэтому, вот, хочется поделиться мыслями. А дело в том, что из-за того, что Ланжин приподнялся, получается, что Омега чуть выше стала, и на ее место, судя по всему, конечно, не сразу, встанет Ланжин. И, с моей точки зрения, доказательством этого является позиционирование нового и представление нового Ланжин Гидроконквест на этой выставке, который достаточно интересно изменился. Изменился он, во-первых, механизмом, то есть, теперь в Ланжин, во все простые, так скажем, модели будет стоять механизм L3-8-ки. Это на базе ETA-31. 21 камень, 25200 полуколебаний в час и, что самое главное, 64 часа запас хода. Вот, это очень важный момент. Дело в том, что я, когда делал анонс несколько недель назад на тот Ланжин, который мне идет, вот мне как раз и идет Ланжин с таким механизмом. Новый достаточно модель, но вот сейчас выйдет еще более новая модель, и у нее изменения достаточно существенные по сравнению с предыдущей. То есть, изменения какие? Во-первых, поменялся безель. Если раньше у гендероконквестов был безель простой, алюминиевый, с такими меточками, то сейчас будет, после вот этой выставки, будет уже ставиться керамический безель. Это очень важный момент. Также, естественно, есть разница между механизмом ETA 2824, который на 38 запас хода, и, ну да, отработанная лошадка, и против механизма L888 он, конечно, уже уступает, потому что 64 часа запас хода – это большой шаг вперед. Вот, поэтому, опять же, естественно, это приведет к подорожанию этих часов. Приблизительно 300-400 евро Lungin Hydro Conquest будет стоить дороже, чем он до этого стоил. А до этого в среднем ритейловая, так сказать, цена – это 1200 евро. Ну вот и прибавьте к этому 300-400 евро. То есть, свои полторы штуки он четко будет стоить. Вот, кому-то это хорошо, кому-то нет. Также изменился визуальный вид Lungin. Вы сможете это вот увидеть, я приставлю видео. Изменились стрелочка секундная, пропал ее былой красный кончик, и поставили вообще такое ощущение, что стрелочку от Омеги секундную. Также изменился циферблат. Убрали множество вот этих маленьких меточек, и появились большие круглые метки. Вот, убрали, можно сказать, все лишнее. Он стал такой действительно более костюмный. Можно спорить там о дизайнерских решениях в плане там размещения этих меток, как можно было лучше, что можно было оставить. Но вот пока такой, какой он есть. И мне он, кстати, такой нравится гораздо больше. Но самое интересное в том, что все это происходит не просто так. То есть, вот, как я уже обмолвился, вот это вот повышение цены на Lungin, то есть, это выдвижение Lungin на более высокую позицию, с моей точки зрения, это очень хорошо. Lungin заслуживает этого. Потому что долгое время он был, так сказать, на задворках, вообще не выпускал своих механизмов, пользовался только ИТАшными механизмами, а в свое время Lungin славился своими механизмами, то сейчас вполне допускаю, что через какое-то время, если вот этот маркетинговый ход с этим повышением, с отрывом, так сказать, Омеги в более высокий уровень, ближе туда к Бланпа, и на более четкую конкуренцию против Ролекса. То есть, вот на данный момент Омега вышла полностью на конкуренцию против Ролекса. Это с моей точки зрения, это лично мое мнение. Вот, она всегда, как бы, конкурировала с Ролексом, но на данный момент это полностью, ну, как бы, с моей точки зрения, это становится абсолютно очевидным, потому что появился вот в Симастере, появились модели с золотыми вставками, появились более разнообразные варианты, то есть, полностью напоминающие политику, так сказать, субмаринера. И, конечно, механизм 88.00, мастер сертифицированный как мастер-хоронометр, это тоже шаг именно в противопоставлении Ролексу. И, судя по всему, свотч-группа и Омега, они считают, что это действительно правильно. Нам, как потребителям, это, конечно, с одной стороны, получается, мы будем получать более интересный, качественный продукт, более разнообразный. С другой стороны, этот продукт будет стоить дороже. Как я упомянул, на Симастер приблизительно цена поднимется на 1000-1500 евро. То есть, это четко. Он теперь будет, если это раньше была самая ходовая вообще модель, самая доступная, то сейчас это уже уровень Акватеры. Уже, в общем, это можно было заметить и раньше, потому что, если вспомните несколько лет назад, и Акватеру подтянули на этот уровень, и вот сейчас уже Симастер туда подтянулся. То есть, абсолютно очевидно, выход на конкуренцию. При этом, кто-то же из свотч-группы должен занять место Омеги. То есть, как бы Омега, естественно, никого из свотч-группы-то не вытеснила, она просто поднялась выше туда. Но кто-то должен занимать вот эту нишу такого доступного лакшери, я бы сказал. И, в принципе, в Омеге есть... Ой, не в Омеге, а в свотч-группе есть только один представитель, и это Лонжин. И посмотрите на вот видео, которое вот у меня крутится. И не знаю, где я его вставлю, чуть раньше, чуть позже. Внимательно посмотрите эти часы, и вы поймёте, что, да, на Лонжин стал гораздо интереснее. Вот. А также надо упомянуть, что у Лонжина изменился и браслет. То есть, если раньше это был такой гантелеобразный... Получается гантелеобразное звено, которое связывается таким прямоугольничком, то сейчас это более такой классический уже вариант. В общем, как говорится, надо будет посмотреть на них вживую. И я лично очень этому рад, потому что часы действительно достойны того, чтобы приподняться выше. Но, с другой стороны, опять же, всё упирается в цену. Вот. Это, в принципе, наверное, основное, что я вот хотел сказать по этому поводу. В общем, выставка достаточно интересная, и моменты на ней тоже интересные. Много всего интересного там представлено. Я слежу не только за изменениями в Swatch-группе, такими как вот с этим Лонжином и Омегой, но ещё интересно было посмотреть изменения к тому же Орису. Например, Орис мне очень нравится, но, к сожалению, изменений практически я никаких там не увидел. Ну, я смотрю в основном только дайверские модели. Вы знаете, что мне нравится более дайвинг, и всё связанное с такими. Но изменений, например, в том же Аквисе никаких. И тут опять возникает интересная такая вещь, что, если вы смотрели мои предыдущие видео, я всегда говорил, что Орис очень силён, и близко к нему мало кто может с ним соперничать. Так вот сейчас вот этот вот новый Лонжин Гидроконквест, он будет в некоторых позициях будет гораздо интереснее, потому что в Лонжине стоит вот этот новый механизм на 64 часа запас хода, и это уделывает Селиту-200 чётко. Плюс, конечно, керамический безель. Это тоже очень сильный аргумент. Ну, отделка. Тут, я думаю, всё-таки Орис пока ещё посильнее будет, и цифер у него посильнее. Но вот... Да и сам, конечно, браслет Ориса посильнее, но вот уже очень приблизился, а цена ведь сильно разнится. То есть, те полторы тысячи, которые будет стоить Лонжин Гидроконквест, это всё равно дешевле, чем то, сколько стоит Орис. Приблизительно на евро 300-200 чётко. И тут уже надо будет выбирать, а ведь Лонжин, он немножко такой позвучней, поизвестней, чем Орис. Ну, в общем, вот как-то всё вот это вот так получается. Вот такие вот мысли. Всем, как говорится, всего хорошего. Делайте выводы. Может быть, кто имел терпение подождать, сейчас сможет приобрести замечательные часы, ещё пока по сходной цене. Кстати, Омега, Симастер, всё, больше не будет механизма 25-200. Так что они станут по-своему достаточно редкими. За ними будут гоняться. В общем, это тоже интересная такая получится тема. Вполне допускаю, что на вторичном рынке эти модели возрастут в цене. Всё вполне возможно. В общем, всем пока, удачи, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok